МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На База ТВ время новостей в студии Рустам Зонтария. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Мы помним вечер памяти в Ишерском музее боевой славы. Новую схему дорожного движения в центре Сухума одобрили городские депутаты. Итоги заседания Сухумского городского собрания. Неутешительные выводы. Научно-практический семинар в центре социально-экономических исследований. Сухумский городской суд 16 марта избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя главного врача республиканской больницы Георгия Воуба. сообщается на сайте суда. Главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвиняют в превышении полномочий. В отношении них генпрокуратурой заведено уголовное дело. Георгий Воуба будет находиться под домашним арестом 20 суток до 4 апреля. Ранее сообщалось, что другой фигурант дела Асланскуа также взят под домашний арест сроком на 35 суток до 9 апреля. Ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития Российской Федерации, Министерстве энергетики России, Федеральном агентстве воздушного транспорта в рамках рабочей командировки в Москву провела вице-премьер-министр экономики Кристина Асган. Как сообщает сайт Минэкономики, обсуждался широкий круг вопросов, в том числе реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, мероприятие по разработке генеральной схемы газификации Абхазии, программа льготного кредитования, модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия. В Москве речь также шла и о вопросах, связанных с перетоком электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию. В целом Асган расценивает поездку как продуктивную и довольную результатами встреч. Многие вопросы требуют тщательной предварительной проработки со стороны профильных ведомств обоих стран. Этот процесс сейчас осуществляется в полной мере, отмечается в информации. Новую схему дорожного движения в центре Сухума одобрили городские депутаты. Улицы Академика Мара и Званба станут односторонними. С улицы Ардзенба нельзя будет повернуть на Воронова вниз. А часть улицы Четанава вовсе перекроют для дорожного движения. Сквер рядом с бывшим советом министров будет носить имя Валериана Кубахия. Это и многое другое обсудили в ходе очередного заседания депутаты столичного городского собрания. Обо всем по порядку Ильянура Гелаян. Прежде чем перейти к вопросам, указанным в повестке дня, депутаты горсобрания обсудили изменения, связанные с дорожным движением в столице. А именно мэрии предлагается сделать улицы Академика Мара и Званба односторонними. В данный момент у нас получается улица Академика Мара от Лакоба по направлению к улице Ардзенба предлагается сделать односторонним движением. Учитывая, что значит улица узкая, на этой улице у нас ряд организаций государственных. И левая сторона, если ехать от Лакоба вверх к Ардзенба, течет речка. Фактически место парковки невозможное. Тротуары находятся за пределами речки. Люди все-таки пользуются и дорогой, и машины, которые посещают, подъезжают к тем или иным организациям, они, значит, создают препятствия проходу транспорта. Учитывая те пробки, которые создают, значит, затор, предложение улицы Званба от проспекта Мира, именно один квартал участок. То есть два участка улиц Академика Мара от Лакоба до проспекта Мира в направлении Ардзенба, по направлению Ардзенба, односторонним движением, и от проспекта Мира к улице Лакоба по улице Званба. Также начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной администрации сообщил о планах, связанных с изменениями на улице Читанава. Так у гостиницы Леон предполагается установка регулируемого шлагбаума. Перекрыть, значит, вазонами выезд на улицу Махаджиров с улиц Джанаша и следующая улица. То есть у нас, получается, от гостиницы Леон движение начинается только пешеходное. Проезд жителей, которые проживают и обслуживающие гостиницу и ресторан, и те гостиницы, которые находятся по левой стороне, у них, значит, будут чипы, у них будет, значит, доступ к данному шлагбауму, чтобы проехать к себе домой. А с верхней стороны, с улицы Лакоба, примыкающие улицы, их заставят вазонами. Мэр Сухума Беслан-Эшба отметил, что это инициатива не бизнеса, а жильцов близлежащих зданий. Им приходится сложнее всех. Мы посчитали, там всего семь абонентов. Вот на этом перекрытии, в промежутке от сейчас существующего ограждения до, значит, гостиницы Леон. Вот. Всего семь абонентов, семерым, значит, надо, включая гостиницы, я имею в виду, надо будет дать эти гости, чтобы они свои машины, но у нас будет требование. Мы там сделаем разметку, чтобы парковаться нельзя. То есть надо будет заехать или во двор, или кто-то привез продукты, или что-то еще привез, разгрузились. То есть там устанавливать парковочную зону будет, ну, нельзя, так сказать. Еще одно грядущее изменение касается пересечения улиц Ардзенба и Воронова. По словам главы администрации города, до войны повернуть с Ардзенба на Воронова в направлении моря было нельзя. Движение на этом участке было открыто только в 1993 году. Сейчас, по словам Беслана Эшба, это один из самых проблемных перекрестков города. Мы, так или иначе, в этом году хотим паркам сказка закончить историю. То есть завершить его, конструкцию, восстановление и так далее. И сделать круговое движение вокруг парка, как было раньше, я думаю, что тоже это идея хорошая. Там у нас ограждения стоят, вы помните, деревья надят в сокол. Сейчас мы можем что сделать, ну, ближайший, где тоже ближе к сезон, снять эти ограждения, пустить круговое движение, те, кто захочет попадать в павильонам, так называемым, которые там ходят, так или иначе, вы все знаете, в городе Жвере, там, так значит, торговля есть. И она создает проблему машинам, которые выжатся от ворона вовне в сторону берега. Также в том районе переедет остановка общественного транспорта. Теперь она будет стоять не напротив парка сказка, а уже после пересечения улиц Бар и Ардзенба. Со следующей недели начинаем работу по установке новой остановки с карманом по улице Ардзенба от Бар направо. То есть, да, ту остановку мы убираем, и троллейбусы, и автобусы. Ширина остановки тоже будет, она будет немалая, большая, пятиметровая. И она будет с карманом. Карман будет 25 метров, что может одноразово принять и троллейбус, и автобус. И остановка тоже будет пятиметровая, большая такая. У депутатов не возникло вопросов по части мэрского пакета дорожных предложений. Значит, все они в скором времени, а именно до начала туристического сезона, будут осуществлены. Зато городские депутаты интересовались, когда приведут в порядок дороги в центральной части Сухума. Все прекрасно знают, что это инвест-программа. Делает это управление капитального строительства, у них там свои подрядчики, и пошло-поехал. Что по плану, могу сказать. Значит, и я точно так же мнением был, как вы сейчас говорите, но когда нам специалисты объяснили, что эта земля должна утром баланса, если сейчас мы что-то там начнем делать, то может прогнуться грудь и повредить труб. Поэтому, естественно, осадка должна присутствовать. Это не мои слова, слова специалистов. Если кто-то из вас есть, кто в этом разбирается, то это время нужно и необходимое. Это первое. Второе. Мы вот только мне буквально в начале этой недели, еще в понедельник, сказали, что все, решение есть по ливневкам. Не хватало им каких-то денег для того, чтобы побыстрее закончить. Работы, наверное, где-то за апрель месяц они эту работу завершат. И сразу у ливневок нет такой глубины, как вы знаете, как было здесь. Здесь, ну серьезно, за 6 метров в некоторых местах находило. Поэтому, как только сделают ливневку, у них уже деньги есть на асфальт. Бесланежба перешел к вопросам повестки дня заседания и предложил присвоить скверу, прилегающему к разгромленному зданию бывшего совета министров, имя Валериана Кубахия. У нас известный деятель Валериан Кубахия, тоже в самое непростое время, так же, как и Борис Викторович Адлиба, стояли у истоков национально-освободительного движения, помогали с политической точки зрения и так далее. И, значит, вот с учетом того, что там он, где трудился, рядом с самим зданием Верховного Совета в то время, просьба такая рассмотреть, назвать сквер его именем. За это предложение депутаты проголосовали единогласно. Однако вопрос, связанный с переименованием улицы Северная, которая проходит по территориям нового района и старого поселка, перенесли на следующее заседание. Пошутив, что рассматривать его уже будет следующий созыв, и надо же им что-то оставить. Сухомская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухомского городского собрания. По данным на 17 марта зарегистрировано 38 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты СГС. От политических партий пока никто не выдвигается. Среди кандидатов три женщины. 2 марта Сухомская избирательная комиссия приступила к регистрации инициативных групп кандидатов в депутаты столичного собрания. Неутешительные выводы. Научно-практический семинар «Стратегия развития Абхазии. Новые вызовы и возможные ответы» состоялся в Центре социально-экономических исследований. Единственным вопросом повестки дня стала тема планирования и бюджет. Участники дискуссии, специалисты в области экономики, ученые, депутаты, общественные деятели обсудили проблемы бюджета на 2021 год и что необходимо для более эффективного его формирования. Тему продолжит Виола Барганжи. Эффективное государственное финансовое управление и качественное бюджетное планирование. Два фактора, влияющие на рост и качество уровня жизни населения. Этот факт в своем докладе подчеркнула кандидат экономических наукам Радсужба, отмечая, что в республике формировать бюджет необходимо строго по программно-целевому методу. Внедрение данного метода бюджетного планирования расходов будет способствовать соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств, как для решения наиболее острых проблем нашего государства, а также и выравниванию экономического развития отдельных районов. Надо отметить, что еще в 2016 году в послании президента парламенту нашей страны предлагалось формирование бюджета по программно-целевому методу. Однако мы видим, что на практике это не происходит, это не позволяет реструктурировать национальную экономику, стимулировать развитие реального сектора и в целом снижает эффективность использования бюджетных средств. Сегодня для разработки программы, на наш взгляд, не существует ни правовых, ни организационных, ни каких-то научно-методических препятствий. И только такой метод планирования, программно-целевой метод планирования, он позволит направить работу исполнительной власти на достижение конкретных целевых показателей развития экономики, что позволит в дальнейшем объективно оценить их деятельность. О неутешительных выводах исследований бюджета Абхазии с 2012 года с ожелением говорит кандидат экономических наук Хатуна Шатипа, предоставив показатели социально-экономического развития Абхазии с 2015 по 2019 год. Исходя из них, по мнению экономиста, государственным бюджет республики назвать крайне сложно. Если это государственный бюджет, он должен быть направлен на развитие нашего государства, на развитие национальной экономики, на повышение уровня жизни, качества жизни наших граждан. Но, к сожалению, фактические показатели говорят о том, что численность населения в Абхазии за последние 5 лет, это с 2015 по 2019 годы, в среднем увеличивается на 372 человека. За 5 лет в экономике сократилось численность занятых на 89 человек. Средняя заработная плата увеличивается, есть прирост примерно в год 380 рублей. Это номинально, то есть без учета инфляции. И при этом в проекте 2021 года бюджета, имеется в виду, на содержание исполнительной власти планируется направить 47% расходов республиканского бюджета. Это 4 миллиарда 200 миллионов. Тогда как собственные доходы нашего бюджета это 3,2 миллиарда. Поэтому сложно утверждать, что этот бюджет является бюджетом развития или государственным бюджетом. Наряду с этим Хатун Ашатипа отмечает и существующие правовые проблемы формирования бюджета. Если это государственный бюджет, на основании каких государственных документов он разрабатывается, как это принято в мировой практике? Предыдущая, вот Амра Славовна говорила, к сожалению, программы, большой государственной программы у нас нет. Отраслевые, программа развития сельского хозяйства, национально-энергетическая система тоже нет. Программа образования, здравоохранения. Если это государственный бюджет, его уже должны разрабатывать государственные служащие при всем уважении и к профессии, и к компетенции тех, кто сегодня этим занимается, с точки зрения права, являются ли они государственными служащими? К сожалению, нет, потому что у нас не принят закон о государственной службе, который, кстати, давно находится в парламенте. О необходимости формирования бюджета по программно-целевому методу и создания госпрограмм социально-экономического развития Абхазии говорит и депутат парламента Наталья Смыр. Помимо этого, парламентарий рассказала, какие факторы повлияли на то, что главный финансовый документ Абхазии 2021 года до сих пор не принят. Почему не был принят бюджет? Я могу лично, как бы, свою точку зрения сказать, потому что я воздержалась, я не голосовала. Но я сейчас объясню. Потому что на бюджете на 2021 год были отражены всего две программы. То отраслевые, да, вот то, что вы, Хатун Акагиевна, сказали, это сельское хозяйство и по Минэко субсидирование процентной ставки. Я хочу сказать, в государстве, где бушевало или бушует, ну, уже более-менее так у нас спокойно, бушевала пандемия, бушевала, и вы знаете, кризис, который наступил у нас энергетически, не предусмотреть эти два факта было просто нельзя. По факту того, что мы видели расходов, связанных с пандемией, то есть, да, расходы на Минздрав, это порядка 40 миллионов, это те нереальные суммы, это то, не... То есть, это не отражали необходимые потребности нашего государства по легализации пандемии, да. На что парламент сказал, сделал свое четкое такое замечание. И основные две программы, по которым парламент вот очень четко отдавал, это, конечно, энергетические. И я лично высказывала свою точку зрения по несогласию с программой по поддержанию малого и среднего предпринимательства по субсидированной процентной ставке. В государстве, ну, вы вот здесь сидите, экономисты, я думаю, посчитать не очень сложно. Если мы планируем 50 миллионов субсидировать процентную ставку, то кредитов надо будет выдать порядка на полмиллиарда, то есть порядка 400 с чем-то миллионов. Ну, я округлю до 500 миллионов. То есть, я считала, что это мое личное, сугубо личное мое такое видение. Поэтому, в принципе, что и вылилось на сессии в то, что бюджет не принят. Несмотря на то, что бюджет Абхазии на 2021 год еще не принят, государство выполняет свои бюджетные обязательства. Это выплата зарплат, пенсии, а также пособий. Они производятся по бюджету прошлого года, который по закону может действовать 3 месяца нового года. В течение этого срока правительство вносит поправки в проект, а затем депутаты Народного собрания должны его принять. Наталья Смыра отметила, что если финансовый документ не будет принят в эти сроки, страна столкнется с определенными последствиями. Конечно, непринятие бюджета должно влечь за собой какие-то последствия. Но мы живем в таком очень своеобразном государстве. Ну, я не знаю, какую оценку дать этой ситуации. Но факт, что непринятие его, если второй раз он будет не принят, я могу сказать, что согласно закону, буду только опираться на статьи закона, если будет не принят, то это приостановление, субсидирование, то есть это межбюджетных трансфертов. Это станет... Просто мы застопорим всю работу. Я думаю, что мои коллеги, присутствующие здесь, и вообще парламент это очень четко должен понимать. При всем, допустим, я сейчас не беру... Если даже брать политический, я скажу, здесь в данном конкретном случае не должна работать политическая ситуация, потому что это вообще, ну, в этом случае, ну, как вам сказать, нельзя, это такая непозволительная роскошь в нашем государстве, поэтому я считаю, что бюджет будет принят, мне так кажется. Свою точку зрения относительно бюджета Абхазии высказали и остальные участники семинара, отмечая, что его формирование в будущем, в принципе, должно только улучшить как ситуацию в экономике, так и уровень жизни граждан республики. Виола Барганджа, Торни Камичпа, Абазатова. Мы помним вечер памяти, посвященный одной из самых трагических дат отечественной войны народа Абхазии, мартовской наступательной операции 1993 года традиционно проводит Эшерский музей боевой славы. Подробнее Анастасия Никонова. Герой Абхазии Мзия Бея обозначила мартовскую наступательную операцию одной из самых трагических в истории грузино-абхазской войны. 15 марта 1993 года абхазские бойцы форсировали реку Гумистая и овладели стратегическими точками близ Сухума. Так была начата операция по освобождению столицы. Однако дальнейшего развития наступления не получила. После кровопролитных боев абхазские бойцы были вынуждены отойти назад с огромными потерями. 222 защитника родины погибли. Более 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 21 человек до сих пор heads. Продолжение следует... 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 символизирующую открытие кабинета кулинарного мастерства, после чего провел осмотр всех учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, а также территории колледжа. Константин Пеллия отметил, что приятно удивлен качеством и скоростью выполненных работ в колледже. Ремонт этого колледжа начался в августе месяце. И вот сегодня они завершили часть, еще много работы, но все, что сделано, очень качественно. Тут наши детишки будут получать дополнительное образование, профессию. Тут можно стать электриком, можно стать поваром высокого класса. Еще ряд специальностей будет. Будет автомеханики. Детишки, чтобы осваивали разряды по сварочным работам. Это все кадровый резерв района, и вообще это очень полезно для людей, чтобы получили какую-то дополнительную профессию, помимо среднего образования. Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, позволит выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования, обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, повысит конкурентоспособность среднего профессионального образования. Это значимое событие для всего района и для всей системы профессионального образования, отметили приглашенные гости. Сегодня мы здесь по приглашению Гунты Георгиевны, и, честно говоря, были очень удивлены, впечатлены. Мне кажется, это очень важно то, что делается, потому что такие возможности для молодых людей, они очень нужны. Мы стали сотрудничать где-то больше года назад в рамках проекта по профессиональному, неформальному образованию. То есть мы работали с молодыми людьми, помогали им определиться в этой жизни, то есть приобрести какие-то навыки для того, чтобы найти себя и обеспечить себе какой-то источник дохода. И мы столкнулись с тем, что молодежи не хватает профессиональных навыков. Мы стали молодежь привлекать, мы стали рассказывать про то, какие курсы предлагаются на базе колледжа. И вот с Гунты Георгиевной у нас получилось запустить курсы электрика в прошлом году. Мы привлекли 10 молодых людей с разных районов, в том числе с Ачемчирского, от Кварчайского. Они все приезжали и получили профессиональное образование электриков. Но сейчас в таких условиях, мне кажется, этот наплыв молодых людей должен только увеличиться. Год тому назад никто не думал, что в этом Гальском колледже так будет уютно, так будет красиво, такой будет ремонт и снаружи, и снутри. Но уж я не могу, слов нет. И я благодарна нашей международной организации UNDB, Горизонт, которые помогают молодежи Гальского района. Директор Галского гуманитарного колледжа Гунда Кварти проинформировала, что на данный момент обучается 77 студентов по разным специальностям из Галского, Кварчалского и Ачемчирского районов, которые не только приобретут профессию, но впоследствии будут иметь возможность трудоустроиться. В скором времени мы хотим еще, у нас кабинет готов, по электрооборудованию. Короткие курсы в данное время, мы хотим двухмесячные курсы и приглашаем учащихся. Там могут учиться даже, на вторую смену прийти после уроков, два часа в неделю, три раза, по два часа. Электрооборудование можем обучить. 9, 10, 11 класса мы приглашаем жителей Гальского района. Мы хотим приступить в апреле, сейчас идет набор. Студентам здесь помогают осваивать территорию профессиональные мастера своего дела и современное оборудование, которыми оснащены кабинеты. Немаловажно то, что новое оборудование поможет нашим студентам, осваивающим рабочие специальности, еще успешнее представлять район на конкурсах профессионального мастерства, где в будущем они надеются принять участие. Как отметил Рафис Абазов, программа ESON продолжает масштабную и всестороннюю реконструкцию Галтского колледжа, проведение тренингов и семинаров среди преподавательского состава и студентов. На Абаза ТВ продолжается первое научно-познавательное шоу для детей, созданное при поддержке Сухумского офиса Детского фонда ООН. Одна из главных целей программы – вдохновить детей и вызвать у них дополнительный интерес к наукам, окружающей среде и другим важным процессам, которые влияют на жизнь человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кого пригласили принять участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди студентов. В планах у организаторов в будущем пригласить для участия команды из ДНР, ЛНР и Приднестровья. В первом матче команда из Абхазии встретится на поле со сборной Краснодара, которая дважды становилась чемпионом Европы и мира. После игры определится, в какой лиге будет выступать наша страна. Сейчас о погоде. В четверг, 18 марта, в Абхазии облачно, с прояснениями. Сильный дождь с грозой, временами переходящей в умеренные. В предгорьях и горах снег с дождем снег. Температура воздуха ночью 10, днем до 11 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин